ДАРОВА! Меня оскорбили. Что ж, начнём. Скажу очевидное, хейт это неотъемлемая часть набора аудитории. Если вас смотрят больше людей, чем мама, папа и подруга, то по-любому найдётся человек, которому вы, мягко говоря, не понравитесь. Думаю, вы сами понимаете, что со временем некоторые вещи становятся обыденностью. И неизбежный, в принципе, в жизни негатив не исключение. Каким бы вы пугливым и ранимым человеком бы себя не считали, всё превратится в рутину. Возможно, осознавая это, принятие произойдёт быстрее. Немаловажную роль тут играет возраст. Ведь когда ты становишься старше, тебе всё больше похуй. Что там про тебя в этих интернетах говорят? Обычно возраст... Ты самая пиздатая, блядь. ...проходит достаточно быстро. Когда хрупкое эго бьётся, начинают двигаться извилины. Но, к сожалению, не всегда так. Я тут не буду ни на кого показывать пальцем, всего лишь покажу имя. Когда мне было 12, я трясся из-за каждого косого взгляда в мою сторону. Сейчас же я стал не въебаться популярным. На меня льётся альтернативная критика ежедневно. И моя максимальная реакция это кинуть додика к себе в ТГ и поржать над ним. Но главное помнить, что сколько бы у вас не было ненавистников, у вас будут и преданные фанаты. Ведь пока кто-то хуесосит, кто-то лайкает все ваши посты и видео, пока кто-то стучит в ЛС с пожеланием смерти, кто-то рисует фан-арт и так далее. Ну и, пожалуй, главный совет. Когда-то в детстве я смотрел всякий кровавый трэш с кишками и прочие файлы смерти, от которых люди сходили с ума, выкалывая себе глаза и прочие русском надзоры. И, разумеется, уже к годам 11 ничего такого меня тронуть не могло. Исходя из этого, получаем. Заходим в любую группу ВК по-милому во Франции, пишем, что Евангелион лучше. После этого вы узнаете о себе и о своих родителях всё. Даже круче, чем играть в доту. Ну и напоследок, универсальный ответ для всех тех, кто строит себя дохуя умного.